17 мая в военном городке Серпухов-15 в поселке Курилово Серпуховского района состоялось выездное открытое заседание районного совета депутатов с участием заместителя председателя правительства Московской области Юрия Олейникова, представителей правительства Калужской области и главы Жуковского района. Единственный вопрос в повестке дня о возможности присоединения Курилова к Жуковскому району Калужской области. Мы хотели бы, чтобы вы поняли, кто на чьей стороне. Имущество передать можно от военного городка в Калужскую область, как положено по закону, но людей передавать нельзя, это не крепостные. Наша позиция такова. Вообще люди, которые выполняют воинский дох и охраняют рубежи в космосе, с такими людьми так нельзя поступать, с любыми нельзя так поступать, а с такими тем более. Слово дали калужанам, которые, как выясняется, ничего не имеют против незначительного изменения границ между Московской и Калужской областями. Этот городок занимает в Жуковском районе Калужской области порядка 80 гектаров. Мы готовы рассмотреть, приняв в собственность Калужской области, такую же площадь лесов, полей, без населения. Мы признаем и считаем, что вот это... Согласие губернатора Калужской области на такую передачу «Есть земель», значит, согласия губернатора Московской области, как вы знаете, нет. Ну не берут вас, возьмем вы. Ну заберут, вы не все, не увидимся. Мои коллеги, которые были на заседании правительства Калужской области, услышали от губернатора Калужской области благоприятное расположение и полную уверенность, что он вам обеспечит не только такие же условия. Если вы с этим не согласны, давайте смотреть, что вы теряете. И далее выступали депутаты и местные жители, которые, отдав 83% за Воробьева на выборах, теперь наградили его эпитетами, из которых Калиф на час был, пожалуй, самым сдержанным. 55 миллионов бюджет гимназии этого года 16-го, 16-17 максимум обещает Калужская область. Средняя заработная плата учителя в Московской области, соответствующей средней зарплате по региону, 43 тысячи рублей у учителя, и такая же заработная плата у воспитателя детского сада. Калужская область нам обещает 17-15 тысяч. Это к лучшей жизни. 50 лет мы в составе Московской области. Пенсионное социальное обеспечение Серпухов-Серпуховский район, медицина Серпухов-Серпуховский, почта официальная справка Серпухов-Подольский узел, сберегательный банк Серпухов. Ну, Серпуховский, три объекта, о которых говорит Александр Вячеславович, это Куриловская гимназия, лидер образования под Москвой. В Калужской области, товарищ Артамонов сказал мне, не предусмотрено статусных учреждений, нас не будет. Будет школа деревни Маринки. У нас здесь сейчас 7 специалистов медицинских. В Жукове, здесь вообще ничего нету, а в Жукове один терапевт. А скорая помощь будет приезжать, если так будет, за 72 километра из Малой Ярославцы. Да по дороге все помрут. Вовремя надо это обсуждать. Ну, так мы еще не опоздали? Я надеюсь. Хотелось, чтобы нас услышали вот там, вот там, вот высоко, наверху. Почему не хотят вас брать, если говорить по-простому, то вас не хотят брать, потому что вы невыгодные. Если бы это было где-то на Рублевке, куда отдать в Калужскую левку, то сразу бы сейчас все уберут, по-другому. И разность наша в том, что правительство Московской области и губернатор считают, что это деньги его, да, при всем том, что там сотни миллиардов рублей, да, бюджет. А мы считаем, что это деньги народа, да, и ваши в том числе. Александр Вячеславович не совсем прав. Я вам уже... Он нас не предал, а Воробьев предал. Нас предал Воробьев? Вот вы сейчас сказали, наверное, не по-думу, потому что пока вы находитесь на территории Московской области, и правительство, и Воробьев делают все необходимое, чтобы... Но вы хотите жить в Московской области? Или хотите... А что вы тогда не слушаете меня? А что мы не вырабатываем с вами позицию и понимание? И губернатор встревожен этим состоянием, и вашим неприятием, и вашим отношением, и вашим нежеланием нас услышать? Мы, жители Московской области, мы и есть Московская область, и вы тоже. Недалее, как вчера, наш президент, выступая на заседании, сказал о том, что благосостояние нашего населения не должно ухудшаться. Из доклада Валентины Николаевны было понятно, что наше положение ухудшится значительно, причем во всех областях. Каким образом губернатор Московской области, либо он не понимает, что он сейчас делает с нашим городком, либо он нарушает указ Владимира Владимировича. И у меня большая проблема, донесите, пожалуйста, то нашего губернатора, нашу позицию, и то, в каком положении мы оказываемся. Мы просто будем здесь умирать без помощи и без элементарных условий для нормальной жизни. Вот знаете, в чем разность? Наша позиция и позиция правительства Московской области, и конкретно губернатора. Они считают, что они власть, а мы считаем, что народ власть. И передать 80 гектар большой сложности не составляет. Не нужен никакой отдельный закон субъекта Российской Федерации, просто два постановления субъектов Российской Федерации об изменении границ. Это техническая работа. То есть это три землемера, и вот эти два сотрудника со стороны Калужской области, и два с Московской, и все. И проблем нет. Но другой вопрос, что вы понимаете, для того, чтобы ваш городок сейчас привести в нормальное состояние, нужно где-то не менее миллиарда рублей. Мне непонятно, почему высшие должностные лица региона не слышат вас. Вас, наши граждане. Вот в зале сидят люди, которые получают бесплатные лекарства, причем достаточно дорогостоящие лекарства. Сможет правительство Калужской области обеспечить этих людей достойными лекарственным даже обеспечениям. Поэтому, поднимая вопрос о социальных льготах, мы говорим о жизни и здоровье населения. А это уже конституционное право, которое нам обеспечивает конституцию. Если семья небостроенная, какой офицер будет в настроении, извините, выполнять боевые задачи? Понимаете, нет? Вот это надо думать. Городьям это не нужно, я понимаю. Факер на час. А стране это нужно. Командующий говорит, откуда вы это все взяли? А потом, когда Валентину Николаевну положили мы ему на стол, что состоялось 18 апреля заседание губернатора Калужской области, и вот принято такое решение. Он, а как так? Я командующий, я об этом не знаю. Мы крепостные. Нас от одного помещика к другому, без нашего согласия. Вот и все. Я пока вижу только одно. Озабоченность, да? Озабоченность и неприятие. Вы не понимаете сегодняшнюю ситуацию? Будем выяснять вместе? Что же непонятного? Кому непонятно? То, что наши желания. Всеобщее желание. Все. Многие наши люди работают, понимаете, в Серпухе и в Москве. И почему все эти связи надо рвать? Начали с того, что отменили проезд пенсионерам в Москве, а потом, понимаете, отменили бесплатный проезд на автобусе сюда. Нельзя от нас наказываться. Отказываться. Сегодня городок открыт. Бывшие военнослужащие или нынешние военнослужащие имеют право приватизировать это жилье. И на сегодняшний момент, если это жилье является, скажем так, жильем, расположенным в Московской области, да, и стоит за квадратный метр 50 тысяч рублей, то завтра это имущество будет калужским, и, соответственно, цена ему будет 15 тысяч рублей. Поэтому здесь вопрос имеет и людей, и того самого имущества, которое будет оставаться в Калужской или в Московской области. Это опять ухудшение, либо улучшение положения наших же избирателей. Я думаю, что это ухудшение. Они должны оставаться, конечно, в Московской области. Мы специально вышли в суд с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть, Сербков 15, поселок Урилово, это Серпуховский район или нет. Решение суда сказано о том, что это Серпуховский район. Вот и решением суда вы в том числе закреплены. Поэтому вот такой район. И, наконец, проект решения Совета депутатов. Выразить несогласие в вопросе присоединения военного городка Сербков 15 с Курилово в Московской области к Жуковскому району Калужской области. Второе. Направить решение владельц-председателя Совета Федерации и Федерального собрания Матвиенко, губернатора Калужской области Артамонова, губернатора Московской области Воробьева, Московскую областную думу и Законодательное собрание Калужской области. Прошу голосовать кто за? И у всех одно единое мнение. У Рилова должно быть Московской области. Нас подогнуть, в том числе правительству Московской области, вряд ли удастся. Сразу предупреждаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова